Приветствую вас на программе Эндрю Вомока «Истина Евангелия». Цель его служения – донести для людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. Теперь давайте послушаем Эндрю. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня понедельник, и я начинаю третью неделю учения по теме «Изменения безусилий». Это та истина, которая преобразила мою жизнь. Сегодня мы с вами подошли к тому месту, к той части этого учения, которое больше всего мне нравится. Мы будем говорить о притче о Сеятеле. Она стала буквально якорем в моей жизни. Одним из самых важных откровений, которые Бог мне показывал. Но перед этим я хочу упомянуть, что в следующую среду будет 41 год решения Верховного Суда Соединенных Штатов по делу Роу против Уэйда, в результате которого были узаконены аборты. С того времени, в зависимости от того, как статистику эту смотреть, я знаю, что в мире подвергались аборты более 50 миллионов детей. Это только в Соединенных Штатах. Конечно же, по всему миру эта цифра намного-намного выше. Очень многие благотворительные фонды, наверное, так их можно назвать, они говорят, что поддерживают и помогают детям. И когда вы даете им свои деньги, мелочь там, или крупные деньги, на самом деле они спонсируют аборты. Это самые крупные организации во всем мире, которые занимаются абортами во всем мире. Они говорят, что помогают детям, однако при этом убивают их, объясняя, что им не приходится рождаться на свет, чтобы страдать. Это буквально болезнь нашего общества. В память об этой 41-й годовщине дела Роу против Уэйда, я хотел бы показать вам ролик о женщине по имени Минка. Этот ролик приготовил наш телевизионный отдел. Так вот, эта женщина Минка, сейчас ей уже 102 года. Родилась она в ноябре 1900... какого там года у нас получается? 1901, что ли, да? Нет. 1911. Как бы там ни было, эта женщина была однажды изнасилована, и в те дни, когда это случилось, еще не было возможности сделать аборт, и ей пришлось отдать ребенка на усыновление, которым она родила. И когда ей было 95 лет, она встретилась со своим ребенком, это стало великим свидетельством в пользу выбора жизни, а не смерти. И оба они были благословлены. И вы будете благословлены, посмотрев этот ролик. После него я вернусь к вам и продолжу учить. Меня зовут Минка Дизброу. Я родилась 10 ноября 1911 года. В этом году в ноябре мне будет 102 года. Я потеряла отца, когда мне было полтора года, и меня вырастила моя мать. Мы с подругой пошли, как мне потом говорили, на каток. Но я не помню, как была на катке. А когда мы возвращались обратно, три мужчины подошли к нам и изнасиловали нас обеих. Очень скоро моя мама заметила, что что-то было не так. Она отвела меня к пастору. И они решили, что я должна обратиться в организацию для девушек и отдать ребенка на усыновление. Они сказали, что ребенка усыновит пастор. Лютеранский пастор и евангелист. То есть ребенок попадает в хорошие руки. После того, как Минка отдала свою дочь на усыновление, она продолжала жить дальше. Она часто пыталась узнать, что стало с ребенком, которого она отдала. Но у нее оставалось мало надежды что-либо узнать. До одного прекрасного дня, когда исполнилось 95. 2 июля мой телефон позвонил. И женский голос сказал, «Я могу поговорить с Минкой Дисброу? Это очень важно». Она сказала мне, что у нее шесть детей. Я удивилась. А она сказала, «Мой сын космонавт. Он четыре раза был в космосе. Это он летал в космос с японскими учеными. Посмотрите на эту радость, которую я обрела, когда ко мне возвратилась моя семья. Это просто огромная радость». Минка стала свидетелем того, как Бог обратил трагическое событие в любящую и успешную семью. Сегодня она является волонтером в Центре помощи беременным в городе Сан-Клименте, штат Калифорния. Минка помогает молодым девушкам, попавшим в похожие ситуации, принять верное решение, используя силу своего свидетельства. «Вот что я говорю девушкам и молодым людям. Сохраните своего малыша. И если вы не можете позволить себе выйти замуж за мужчину, отца ребенка, отдайте его на усыновление». «Я встретила Минку шесть лет назад. И на протяжении шести лет, без перерыва, Минка приходила и молилась. И ее свидетельство прекрасно. Мы рассказываем ее историю девушкам, которым нужно сделать выбор. Потому что выбор у них действительно есть. Мы говорим им, что можно выбрать жизнь и отдать ребенка на усыновление. Это замечательный вариант. И когда они слышат историю Минки, это вдохновляет их выбрать жизнь. Я Минка Дисбро, и мне 101 год. И я выбрала жизнь. Только задумайтесь, если бы в то время у Минки была возможность сделать аборт, и она бы избавилась от своей дочери, у нас не было бы космонавта, не было бы всех этих людей. Она бы не узнала радость от воссоединения со своей дочерью. Знаете, любой человек, который думает об аборте, как о выходе из ситуации, скажу вам, этот ребенок — человеческое существо, имеющее право на жизнь с момента зачатия. Я не собираюсь проповедовать на эту тему, но Библия ясно дает понять, что с момента зачатия это уже личность, а не просто зародыш или кусок плоти. Это настоящий живой человек, личность. Об этом ясно говорится в 138-м псалме, в Евангелиях от Луки и других местах. Я уже говорил о годовщине дела Роу Портифойда, чтобы напомнить вам, что мы все еще сражаемся за победу в этой битве, если вы рожденный свыше христианин, если верите Слову Божьему, для вас не может быть иных позиций по этому вопросу. Аборт — это неправильно. Дело вовсе не в удобстве для матери ребенка, или что ребенок становится помехой для нее. Дело совсем не в этом. Это живой человек, и его тело не принадлежит вам, и у вас нет права убивать другого человека. Я знаю, что многие не согласны с этим, но такова истина. Так говорит Библия, и мне не стыдно с этим согласиться. Если вы заявляете, называете себя христианином, вам нужно переосмыслить вашу точку зрения, если она противоречит тому, что учит Слово Божье. Вернемся к Евангелию от Марка, 4 главе, которая рассказывает нам о сеятеле, сейшем Слово. В 4 главе Марка, 3 стихе, Иисус говорит, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали ток. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засухло. Иное упало в тернии, терни выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел, вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, это притча о сеятеле, сеющем семя. Господь дает нам ее толкование, именно поэтому я и хочу остановиться подробнее на отрывке, который начинается с 14 стиха. Посмотрите на реакцию учеников после того, как Иисус рассказал притчу. В 10 стихе. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, «Вам дано узнать тайны Царства Божьей, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». И говорит им, «Этот момент очень важно понять, именно 13 стих». В 13 стихе он говорит, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Здесь очень важное, важное утверждение. Иисус фактически говорит, «Если не поймете этой притчи, и ее содержание, и ее смысла, вы не сможете понять ни одну притчу». Эта притча является ключом к пониманию всех притч Иисуса. Она как розетский камень. Сегодня многие думают, что розетский камень – это способ изучения иностранных языков. Конечно, они правы, есть программа, которая так называется, однако в первую очередь розетский камень – это табличка, которая была найдена, и в которой было послание на трех разных языках. Послание было одинаковым, но написано на трех разных языках. Один из вариантов написан иероглифическим письмом. Он содержит огромное количество иероглифов, но никто не мог их прочесть. Однако два других языка на розетском камне были известны, и поэтому, когда нашли этот камень с одним и тем же посланием, написанным на трех разных языках, два из которых были известны, они послужили ключом к расшифровке иероглифов. И теперь у нас есть доступ ко всем египетским иероглифам. Мы можем читать и понимать их из этого розетского камня. Эта притча подобна розетскому камню. Она ключ к пониманию всех учений Иисуса. Это очень значимое утверждение. Эта притча становится очень важной. На мой взгляд, это самая основная притча из тех, что рассказывал Иисус, потому что если вы не можете понять эту притчу, вы не поймете ни одной из его притч. Так что это действительно очень важно. Я хочу подчеркнуть, это одна из самых важных вещей, которые Бог когда-либо открывал мне. Эта истина буквально преобразила мою жизнь. Если эта притча о сети, лисеющем семя, не является одним из самых важных отрывков Писания для вас, если для вас она не является основанием, кардинальным пунктом, на котором вы многое можете построить, насколько он важен, если для вас это не так, тогда вам нужно молиться и получить откровение об этом отрывке, потому что сам Иисус сказал, если вы не понимаете эту притчу, вы не сможете понять остальные. Поэтому я воодушевляю вас. Сегодня я как раз начну говорить об этой притче. они наверняка не успеют дойти до конца, поэтому мы будем говорить о ней на протяжении двух недель. Я рекомендую вам молиться и просить, чтобы Бог помог вам понять это учение. Оно откроет для вас учение Иисуса. Эта притча увеличит ваши откровения в геометрической прогрессии. Действительно, очень важно для вас все это понять. Итак, Иисус сказал, притча это ключ к пониманию всех его притч. В 14 стихе он начинает ее толковать. В 14 стихе «Сеятель слово сеет». Иисус использует образ человека, который берет семена и разбрасывает их. Раньше сеяли по-другому. Это сейчас мы выкапываем канавку, сажаем семена на определенном расстоянии. Здесь же человек с сумкой или мешком на боку брал семена и просто бросал их вокруг себя. Они падали куда попало, что называется. Они упали на четыре разных вида почвы. Я уже упоминал. Раньше, еще раз скажу, эта притча не просто о том, как сажать семена. Она не учит вас, как быть фермером. Это пример, который поможет вам понять важные принципы. Тогда этот пример был понятен всем, потому что все сажали семена, выращивали еду. Сегодня мы удалены от этих реалий. Люди выращивают еду, привозят ее нам в магазин. И кто-то, может быть, и думает, что овощи, фрукты и все остальное берется в продуктовых магазинах. На самом деле, кстати, это не так, кто не знает. Кто-то их выращивает. Этот принцип, на его основании Иисус показывает аналогию. Точно так же, как все растет, любое растение, любое животное, любой человек, все происходит из семени. Если семя не посеяно, роста быть не может. И не может быть урожая. Люди понимают такие вещи в материальном мире, но это просто удивительно, как люди игнорируют этот принцип, когда дело касается духовного мира. Они молят Бога, исцели меня, дай преуспевание, почему ты все еще ничего не сделал. А вы взяли семя, Слово, семя исцеления, посадили его в свою жизнь, взяли ли вы зерно процветания, посеяли его в свое сердце, вы взяли семена радости, мира и всего остального. Слово Божье подобно такому семени. Хотите получить урожай, нужно посеять семя. Если вы вообще хотите что-либо получить от Бога, вам нужно брать Божье Слово, сажать его в свое сердце и размышлять над ним день и ночь. И тогда оно принесет плод. Это глубочайшая истина. Думаю, я говорил обо всем уже об этом раньше, в разных других темах, и иногда я забываю, о чем я уже упоминал, о чем нет, но Господь использовал семя как пример, а не какую-то социальную систему. Например, Он не учил о том, что Царство Божье подобно школе, ты будешь усердно учиться, тогда будешь преуспевать, потому что социальная система имеет недостатки, потому что придумана человеком, ее можно обойти, обмануть, она может подвести. Например, вы можете вызубрить материал к тесту, можете всю ночь не спать, засунуть все эти факты в вашу кратковременную память за ночь, сдадите тест, но потом все ваши знания не попадут ни в разум, ни в сердце, вы все равно ничего не будете знать. В общем-то, большинство из нас и так, это понятно, зачем я об этом рассказываю. Кто-то из нас бездельничал в школе, но все равно сдавал экзамены, но сегодня вы не смогли бы сдать тот же экзамен, который сдали тогда, потому что все из кратковременной памяти уже выветрилось, так что сегодня вы провалили бы тот самый тест, на котором когда-либо уже получили пятерку, потому что зубрили. Вы можете обойти экзамен, но вы не можете зубрежкой получить урожай. Бог использует естественную систему в качестве примера вместо общественной, потому что если вы просто дурачитесь и потом в ночь перед экзаменом готовитесь и получаете пятерку, то с урожаем так не получится. Вы не можете посеять вечером семена, а утром получить урожай. И даже если всю ночь будете поливать грядку. Так вот, этот пример с семенем удивительный пример, который показывает, как работают законы духовного мира. Есть такие законы, и нельзя ждать, пока петух жарен и клюнет, что называется, а потом бежать к Богу и пытаться за раз преобразить всю свою жизнь. Эта притча учит нас много чему. Один из принципов, которым она учит, что требуется время, требуется рост, есть сопротивление и оппозиция, которая выступает против посеянного семени. И вам нужно совершать определенные действия, чтобы холить это семя или леять его, чтобы оно росло. Вам нужно убирать всякие сорняки из своего сердца, чтобы это семя прорастало. Это один из примеров того, как работает Царство Небесное. Слово Божие это семя, это семя должно быть посеяно в наше сердце, прежде чем оно начнет произрастать. На этой неделе, когда я учу на эту тему, я пытаюсь подчеркнуть, насколько мощное и сильное Слово Божье. Многие, однако, смотрят на Библию как на простую книгу и думают, что все то, что я говорю, что это какая-то физическая книга и она не имеет никакой силы. Однажды я был в гостях у одной женщины и она угощала меня чаем. Я поставил блюдце от чая на ее семейную Библию. И когда я это сделал, можно было подумать, как будто я выругался грязными словами. Она воскликнула, «Ой, вы не можете ставить блюдце на Библию!» Я, конечно, тут же схватил блюдце и поставил ее в другое место и можно было увидеть небольшой след на пыльной Библии, который остался от блюдца. Другими словами, она почитала саму книгу, но при этом ни разу ее не читала. Она не вкладывала слова из этой книги в свое сердце. Вот об этом-то я и говорю. Я говорю о силе слова. Слово Божье живо. Оно действовано. Согласно Евреям 4.12, Слово Божье живо и действовано. Это значит, оно живое, оно имеет мощь, оно живое. Я верю, что эта Библия совершенное отражение того, что Бог хотел нам сказать. Не только оригинальная версия Библии, но Бог сохранил содержание в переводе. Знаете, когда Иисус цитировал Библию, Он цитировал Ветхий Завет, Он не переводил цитаты с оригинального текста на иврите. Он цитировал Ветхий Завет в греческом переводе, в септуагинте. Он цитировал перевод и называл это Писанием. При этом, Он не упускал из вида ни одного слова. Я хотел сказать, Он рассматривал даже буквы в слове, вот что я пытался сказать. Он даже говорил о месте, где Бог сказал, «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Иисус тогда провозгласил, что Он был жив. Он сказал, «Я есть Бог этих людей». Они все еще были живы, их физические тела были мертвы, но Он не сказал, «Я был Богом Авраама, Исаака и Якова». Он сказал, «Я есть Бог». Они все еще были живы, и Он использовал настоящее время, и на этом строился весь смысл, а ведь этот был перевод, а не оригинальный текст. Поэтому я верю, что Библия, даже в переводе, сохраняет свою суть. Я верю, что эта Библия точна, аккуратна. Я почитаю ее в этом смысле. Я чту людей, которые посвятили своей жизни, чтобы издать ее, перевести ее, доставить ее нам в руки. Но знаете, вы можете брать эту Библию, ставить на нее чашки с кофе. Это никак не осквернит. Слово Божье не лишит его слова. Вы можете даже вырвать страницу из вашей Библии и порвать ее. И от этого Слово Божье не осквернится. Вы можете даже что-то написать в вашей Библии. Это не сделает Слово Божье ни святым, ни Божьим. Слово Божье — совершенное отображение Бога. Оно является семнем и должно сойти со страницы и укорениться в вашем сердце, прежде чем оно оживет и начнет высвобождать свою силу. Среди вас есть много тех, кто смотрит эту программу. У вас много Библии дома, но вы ее не читаете. Вы не помещаете Слово Божье в свое сердце. Возможно, вы читаете немного, но вы не размышляете над ним. Это слово не является частью вас. Однажды один человек рассказывал о вашей Силе, и он сказал, «Я скорее выйду из дома без штанов, чем уйду без Библии». Он сказал, «Если бы у меня была Библия, я мог бы стоять в вере, чтобы у меня появились штаны, которые я забыл». Таким образом, он пытался показать, насколько важно Слово Божье. Я согласился с этой мыслью, но технически выражаясь, все работает не так. Если вы вышли из дома без штанов, но с вами ваша Библия, но вам при этом нужно искать в Библии этот стих, где говорится, что Бог восполнит всякую нужду по богатству своей славы, где-то еще в Библии здесь говорится, что если мы будем прежде искать Царство Божьего и его праведности, то все приложится к вам, в том числе и штаны. Если вам нужно искать эти стихи в Библии, если вы их не помните наизусть, и вы не знаете, где они находятся, и их нет в вашем сердце, то, к сожалению, вы не получите свои штаны очень быстро. Только Слово, которое в вашем сердце, только семя, которое вышло из этой книги и попало в ваше сердце и проросло в сердце, принесло плод, вот такое Слово действует. Вот тогда вы получите штаны. Это сильное утверждение. Все это я говорю вам в любви. У многих у вас есть копии Библии, кто-то из вас читает кусочки Писания, но над ними нужно размышлять, нужно сделать Писание неотъемлемой частью своей жизни. Так что вы желаете Слово Божьего больше, чем еды. Тогда оно начнет производить плоды в вашей жизни и начнет приводить силу Божию в движение. Вы будете получать мудрость Божию, исцеление Божье, но все это нужно вложить в вашу жизнь, в ваше сердце. Слово Божье как семя. Именно об этом и говорит эта притча. как работает Слово Божье и как вам нужно копнуть глубже, не скрести по поверхности, что называется. На сегодня мое время заканчивается, я всего лишь сделал вводный такой урок по этой притче. Эта притча о сеятеле и семени буквально преобразила мою жизнь. Это одно из самых глубоких откровений, которые Бог когда-либо открыл мне. Этот принцип изменит и вашу жизнь, если вы примете этот принцип в этой притче. Еще раз хочу сказать о плане для чтения Библии, который мы используем в нашем библейском колледже. Наши студенты первого курса читают Библию за год целиком. Мы решили сделать план для чтения Библии доступным для всех. Здесь порции Писания распределены по дням и вы можете начать, когда вам удобно. Эта информация доступна для всех и подарок для вас. Также я предлагаю вам мои живые комментарии к Библии. Это мои комментарии к более чем 18 тысячам стихов Писания. Все это является дополнением к нашим CD и DVD дискам, книге и руководству по изучению темы изменения без усилий. Я знаю, что все эти материалы могут действительно помочь вам, поэтому послушайте объявления, звоните, пишите нам и заказывайте эти материалы. Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнаьте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вам нет нужды учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии, царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. Чтобы заказать книги и диски с учениями и проповедями Эндрю Вомака, вы можете позвонить нам по следующим телефонам 8-812-371-6104 8-812-371-6104 Также заказать книги, CD и DVD-диски с учениями и проповедями Эндрю Вомака вы можете на нашем сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Зайдите в раздел книги и DVD выберите нужную книгу или диск и сделайте заказ. Вы также можете написать нам электронное письмо на один из указанных ниже адресов info собака cbtcrussia.ru или cbtcrussia собака gmail.com Вы также можете написать нам письмо на почтовый адрес, который можете видеть на экране. Смотрите в следующей передаче Истинные Евангелия. Все это необходимо сделать для того, чтобы естественная почва стала хорошей почвой, которая принесет урожай во сто крат. Для этого нужно ее подготовить, чтобы это произошло. Подобным образом наши сердца не начинают немедленно вдруг производить добро, которое Бог желает провести в нашей жизни. Мы должны подготовить наше сердце. Эта притча говорит о четырех видах почвы, на самом деле говорит о четырех стадиях нашего сердца в том, как мы принимаем Слово Божье. Это очень важный принцип. Уверен, что эти стадии прогрессирующие, возрастающие. Начинается все с вида почвы наименее продуктивного, окончается самой продуктивной почвой. Здесь нам показано, как идти от наименее продуктивной к самой продуктивной почве. Показано, как пройти эти ступени и изменения. О первой почве сказано, что семя, когда попало в нее, упало при дороге. При дороге означает рядом с тем местом, где ходят люди, и почва здесь была настолько утрамбована, что семя не смогло проникнуть под поверхность, оно просто лежало на поверхности. На вчерашней программе я уже упоминал, что в прошлом сеяли не так, как сеют сегодня. Сегодня сажают специально машины через определенное расстояние. В прошлом семя просто разбрасывали, и таким образом получалось, что некоторые семена действительно попадали на плохую почву. Здесь это семя упало при дороге, то есть при утрамбованной почве, и оно не попало внутрь почвы, и птицы смогли прилететь и склевать это зерно, оно не высвободило свой потенциал. Подобно человеку, который слышит слово, что называется, одно ухо влетело, с другого вылетело, и никакого воздействия не оказало. Это первый тип почвы, первый тип человека. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра.